В нашей жизни, если мы не будем стоять на истине Священного Писания, если мы не будем эту истину воплощать в своей жизни, то разница между нами и миром не будет никакой. И поэтому я хотел бы сегодня открыть книгу «Экклезиаста», 9 главу. И в этот Международный День Семьи прочитать с вами здесь 9 стих. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. И вот посмотрите, проповедник здесь говорит, что взаимоотношения с женой, взаимоотношения между супругами – это доля в нашей жизни и в наших трудах. То есть строить настоящие прочные отношения – это определенные усилия. Это не бывает само собой. Вот нашел такого идеального партнера, человека, идеально подходящего для тебя, и у тебя вот жизнь счастливая, супружеская жизнь безмятежная. А у тебя несчастливая жизнь. Почему? Не того нашел. И вот поэтому люди разводятся и ищут того, а процент разводов среди вторых браков еще больше, чем среди первых браков. И вот они ищут второй раз, разводятся, ищут третий раз, разводятся. И так и не находят, думают, ну вот я такой несчастный в семейной жизни, потому что нет на горизонте подходящего для меня человека. Но в действительности того, кто бы нам идеально подходил, вообще не существует. То есть идеальные-то люди существуют, но тебе они не подходят, потому что ты не идеальный человек. И чтобы в наших отношениях семейных были благословенные дни, Экклезиас говорит, мы должны трудиться над нашими взаимоотношениями. Моя дочь сейчас учится в автошколе, и параллельно она готовится, она в помолке находится, и летом у нее будет в июле месяце свадьба, и она готовится к свадьбе. И знаете, что интересно? Вот получить свидетельство о браке намного проще, чем получить права. Потому что, чтобы получить права, ты должен учиться, правильно же? Несколько месяцев в автошколе учиться, проходить все правила дорожного движения, чтобы ты знал в будущем, что нарушаешь. Нужно все это изучить, потом нужна практика вождения, выслушивать все благие пожелания инструктора, как не надо ездить. То есть ты должен несколько месяцев учиться, потом есть экзамен, который сегодня многие с первого раза не сдают. Нужно еще раз сдавать, еще раз подучиться, еще там не сдал, еще подучился чуть-чуть, еще чуть-чуть там подучился, в конце концов сдал. И вот, когда ты получаешь свидетельство о праве на вождение, что ты думаешь, ой, как вот теперь я могу садиться, но ты замечаешь, что когда люди обычно сдали на права, то они первое время выезжают даже на машине, не во всякое время, а когда на дорогах мало транспорта, правильно же? Потому что они понимают, да, у них есть вот этот документ, но опыта-то еще нет, практики практически нет, и они первые несколько месяцев, они очень аккуратно ездят там, стараются все правила соблюдать, стараются ездить такое время, когда на дорогах не так много машин. А получить свидетельство о браке очень просто. Сдал документы, получил свидетельство. Никаких тебе школ, никаких тебе там обучений, никакой тебе практики там, ничего нет, никаких экзаменов нет. Просто сдал, через пару месяцев получил, все, счастливый семьянин. Вот и получается, что, к сожалению, семейных трагедий больше, чем даже автомобильных аварий, хотя даже с документами, со школой, с учебой, сколько у нас на дорогах всяких происшествий. А когда нет никакой учебы, никакой практики, когда люди думают, что ну а что тут учиться? Что учиться? Сел в семейный автомобиль и поехал. И на год хватило этой езды.